Слава нашему Господу! Слава Богу! Я хотел бы задать один вопрос вам. Знаете, у нас сегодня тема такая, что тебе до того ты следуй за мной? Что тебе до того ты следуй за мной? Другими словами, проверь, что тебе сегодня? Может быть, нам часто бывает, мы заняты кем-то другим. Знаете, Христос говорил эти слова Петру, и его интересовал вопрос Иоанна, что будет с ним? И Христос ему говорит, что тебе до того ты следуй за мной? Другими словами, мы бываем заняты кем-то другим. Сегодня проповедь идет, к кому она обращена сегодня. И мы говорим, ну, наверное, тому брату или тому сестре. Если кто-то пророчествует, ну, наверное, это за того сегодня говорится, у него сегодня пришел церковь не в таком настроении. Это, наверное, он хотел закончить жизнь самоубийством или что-то другое. Знаете, мы склонны распределять и кому-то говорить. И что делает Христос? Христос говорит, ты следуй за мной. Не смотри в другую сторону, следуй за мной. Я хотел, чтобы сегодня мы заглянули в свое сердце. Я понимаю, что время очень быстро бежит. Но чтобы мы заглянули внутрь себя. Что сегодня я здесь делаю? Цель моего христианства. Почему я христианин? Почему я хожу в церковь? Почему я заключил завет Богом? Для чего все это сделано в моей жизни? Что мне нравится в христианстве? Знаете, когда на нашем молодежном собрании спросил молодежь, что вам нравится в христианстве? И знаете, минута молчания была. Люди не могли ответить, что им нравится в христианстве. И знаете, что мне нравится? На самом деле, что я люблю? Это Иисус. Аллилуйя! У нас с вами была прекрасная молитва, когда Иисус мог прийти. Иисус мог касаться каждого из нас. Он просто мог приходить и что-то говорить каждому из нас. И это цель христианства. Это его присутствие, его сила. Если в церкви сегодня убрать Христа, то, знаете, это будет круг самодеятельности. Мы будем хорошо петь. Знаете, у нас будут хорошие организаторы, хорошие регента. Все будет красиво. Но если не придет Бог, то, знаете, это все напрасно. В этом ничего нет. Знаете, я был неверующим человеком. Я не пил, не курил, ничего не делал плохого. Но я был грешником из-за Иисуса Христа. Но я вспоминаю первое свое служение в жизни. Я пришел на молитвенное служение. Маленькая церквушка. Я попал на первое молитвенное служение. Представьте, две молитвы, три часа почти. Каждая молитва больше часа с пророчествами, молитвами на языках. Я мирской человек первый раз попал на такую молитву. Для меня все было непонятно вообще, что там происходит. Но, знаете, именно в таком служении пришел Господь. В таком собрании Бог прикоснулся ко мне. И я прочувствовал Его величие. Я прочувствовал Его силу и славу. И сказал Господь, я хочу за таким Богом идти. Я хочу за таким Богом идти. Тот, Который приходит, Который утешает и наставляет, Который наполняет своим миром. Аллилуйя! Молодежь, о чем я говорю сейчас? Христианство – это не просто похожение в церковь и выход с нее. Это не просто посещение воскресных служений. Цель христианства или то, что смысл христианства – это общение с живым Богом. Аллилуйя! Это когда приходит Бог. Когда ты на самом деле можешь с Ним просто пообщаться. Ты можешь с Ним просто поговорить. Это христианство, это жизнь. Я вспоминаю одну из миссионерских поездок в Россию. Когда мы приехали в Россию, знаете, нам открывали зону строгого режима. И нам приходилось приходить, начались такие железные российские двери, такие здоровые двери. Мы заходили дверь за дверью. И когда мы зашли туда, полный зал был у людей. Люди подстриженные на лысо, знаете, жестокие, с наколками. Все просто смотрели на что мы можем сказать. Знаете, мы братья смелые. Знаете, когда мы такие смелые сидим, мы посмотрели на этих братов, говорим, сестры, спойте пару псалмов. И знаете, эти сестры пошли петь. Но когда они пошли петь, после первого псалма, знаете, что я увидел? Я увидел, что пришел Господь. Аллилуйя! Я почувствовал, смотрел на этих людей, на этих лысых людей с наколками, жестоких, которые сидели и плакали, и смотрели по сторонам, чтобы кто-то не видел. Но после второго псалма они начинали плакать больше и больше. Аллилуйя! Кто это делает? Это делает Бог. Это делает живой всемогущий Бог. Слава Ему! И этот Бог сегодня на этом месте. Бог сегодня на этом месте, чтобы говорить что-то тебе, обращаться к твоему сердцу. Я бы хотел, чтобы просто, пускай это будет недолгое свидетельство, проповедь, но чтобы что-то Бог тебе мог сказать в этот вечер сегодня. Знаете, у нас была хорошая молитва. И какой мы псалом спели после этого? Кто помнит? Вот, куплет какие были у нас. У нас столько программы, что мы не помним, что там уже было. Знаете, я смотрел на хор, который пел. Может быть, то, что они из моей церкви многие. Знаете, я не знаю, из Канады, которых мы хорошо знаем. Я смотрел, с каким они воудушевлением от всего сердца пели. Я спасен! Вы помните, да? Я спасен! И знаете, мы после молитвы пели псалом Господи. Я спасен! Аллилуйя! Я спасен! Ну что дальше? Я спасен! Что будет со мной? Знаете, мы ходим в церковь. Ну что Бог хочет от нас? Просто, когда мы были спасены, что Бог хочет дальше в твоей жизни? Он хочет, чтобы ты следовал за Ним. Что значит следовать? Это не просто стоять на месте и говорить, я спасен. Следовать, это нужно идти. Это что-то нужно идти и что-то делать. И знаете, что Бог хочет от нас? Вообще, очень важные вещи говорят люди, когда уходят. Знаете, когда у меня восемь детей, и когда я ухожу из дома, то я всегда детям в конце, уходя из дома, я всегда говорю, дети, нужно сделать вот это, вот это, вот это, и всегда в конце, чтобы они точно это исполнили. Если я им не скажу в конце, то они забудут даже до того, как я уйду. И знаете, самое важное, говорит, в конце. И вот интересно, что Христос говорил в своей церкви, когда он уходил. Это Матфея, 28 глава. Христос оставляет церковь, он уже на горе Вознесения, он должен возноситься перед учениками. И говорит им интересные слова. И приблизившись, это 28 глава Матфея, 18 стиха. И приблизившись, Иисус сказал им, да нам не всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелевал вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. О чем говорит Христос? Идите, научите все народы. Что значит идти и научить? Это идти и рассказать всем людям о Боге. Я задаю вопрос, твое мнение о миссии? Твое мнение о проповеди Евангелия? Это моя тема сегодня. Что, как, в твое расположение, что ты думаешь о миссии вообще? Знаете, когда я покаялся, вспоминая, я был в городе Одессе, 16 лет, мы не боялись ничего. Мы могли в автобусе свободно петь, на остановке петь. Вы знаете, мы не понимали, что мы можем делать. Мы едем на молодежное собрание в центр города, мы попели псалмы, возвращаемся обратно и все. Все наши евангелизации на этом заканчивались. Я не понимал, что мы можем делать. И знаете, сегодня, приехав в Америку, в эту страну, знаете, я понял одно. Что Бог открывает нам горизонты, Бог открывает нам границы, что мы можем делать очень-очень много. И знаете, в этом наша привилегия. Привилегия не в хорошей машине. Привилегия не в том, что в твоем банке есть деньги и в хорошем доме. Знаете, разобрать с миссии, приехали, в холодильник открывает, Господи, слава тебе, что он полный, но что есть, не знаю. О чем я говорю? Я говорю о том, что очень важно, мы должны понять, что Бог хочет от меня. Бог хочет, чтобы мы сегодня шли и проповедовали Его Слово. Бог хочет, чтобы мы шли и распространяли Его весь Евангелие. Бог созидает царство, и мы члены этого царства. Но если мы сегодня только говорим, я спасен, аллилуйя, я спасен, слава Богу. Но вокруг меня есть люди. Говорю ли я вам о Боге? Мы сегодня радуемся, мы молимся на языках, говорим, мы крещены Святым Духом. Но Бог говорит, вы примете силу для чего? И станете мне свидетелями, да? В Иерусалиме, Самаре, даже на крае земли. Вы станете свидетелем для чего? Мы получаем эту силу для того, чтобы просто ликовать собрание. Мы получаем силу, чтобы идти и проповедовать Божье Слово. Я говорю тебе сегодня Слово от Бога. Просто Бог нуждается в тебе сегодня. Бог нуждается, чтобы ты мог сказать, Господи, вот я, я, может быть, ничего не делаю, но я хочу послужить для тебя. Я хочу отдать свою жизнь тебе, я хочу просто потрудиться для тебя. Это очень важно. Это очень важно. Это то, что Бог учит от нас. Когда Бог уходил, это поручение, это Его заповедь, это наставление Его желания Бога было для нас. Знаете, Бог жила, когда создавая Адаму и Еву. Бог имел желание иметь хорошую семью, иметь хорошее общение. И в прохладу дня Он приходил к Адаму и Еве, просто беседовал с ними. Но, знаете, проходит время, Адам и Сева не изменяют Богу. Они просто поворачиваются к Нему спиной. Они разбивают все отношения, которые были. И, знаете, мы смотрим главу за главой бытия, насколько люди просто оставляли Бога шаг за шагом. Мы вспоминаем Кавель, который просто пренебрегал, просто, кажется, Бог его обличает, а он просто противится Богу. Мы вспоминаем, когда перед потопом люди не хотели слушать ничего, но Бог спас Авраама. Мы вспоминаем Вавилонскую башню, насколько люди просто отвергли Бога, сказали, нет, мы не хотим тебе служить. Строили башню в своем и так далее, и тому подобное. Но, знаете, Бог нашел Авраама. Бог сказал, я изберу себе народ. И через этот народ я привлеку, я постановлю это царство вновь. Я приведу людей снова, я просто буду с ними общаться снова. И, знаете, Бог хотел от Израиля. В исходе Он называет их царями и священниками, чтобы они шли и распространяли это Слово Божие. Но, знаете, что сделал Израиль? Ошибка Израиля. Они обособились сами в себе. Они старались строить города. Они считали, что спасение принадлежит только евреям и больше никому. И, может быть, кому-то из язычников кто-то придет. Знаете, Первая апостольская церковь. Бог крестил их Святым Духом. Первая евангелизация. Много людей покаялась. Вторая. Больше трех тысяч людей церковь организовала за несколько евангелизаций. Кажется, можно сколько делать? Но, знаете, что они делали? Они закрылись в Иерусалиме и развивают свою церковь. Церковь растет, они радуются, ликуют. И, знаете, что Богу нужно было делать, чтобы распространилось Евангелие дальше? Бог создает гонения. Создает гонения, чтобы они шли и разносили это Евангелие дальше. И, знаете, что интересно? Стереотип был из Первой апостольской церкви. Они понимали, что спасение принадлежит только евреям, но не язычникам. И когда даже в доме Корнилия было откровение Петру. Вы знаете, что интересно было после этого? После этого откровения, когда Бог сказал Петру, он пришел в Иерусалим и рассказал все. И они возрадовались, церковь возликовала, что спасение принадлежит всем, и также язычникам. Но после этого, написано, шли и проповедовали евреям, но не язычникам. Они не проповедовали язычникам. Почему? Они понимали, что это спасение принадлежит только евреям. О чем я говорю сегодня? Богу надо было найти Павла и послать его. О чем я говорю сегодня? Краткий итог я подвожу. Что в чем смысл? Ошибка израильского народа. Они обособлились в себе. Если мы сегодня заняты своей церковью, мы заняты устройством своей церкви, устройством хоров, устройством его чего-то. Ну что хочет Бог от меня? Бог хотел от Израиля, чтобы они не несли весь Евангелие, чтобы это царство распространялось по всей земле. Бог хотел от апостольской церкви. Ну знаете, им было очень тяжело это побороть. Сегодня, знаете, бывает, мы делаем ту же ошибку. Мы заняты сегодня сами в себе. Мы сегодня говорим, ну если еще на Украину поехать, то еще нормально. Но если поехать куда-то в Мексику, в Гондурас, куда-то в Африку, то о чем вы говорите? Надо на Украину, чтобы наша молодушка ехала. Ну знаете, Бог спасает во всем мире. Аллилуйя! Бог поднимает людей по всему миру. Почему? Потому что Он царь царей. Потому что у Него во всех народах есть люди, которые любят Его. Знаете, мы в этом году сделали несколько поездок. У нас была поездка на Россию. И знаете, была очень сложная поездка. Знаете, я вспоминал наших братьев старших, которых просто садили в тюрьмы. Знаете, мы приехали туда, нам просто милиция приезжала, просто мешала даже делать служение. Нам дали штраф по 65 долларов. И сказали, вы не имеете права проповедовать Евангелие. Знаете, я вспоминаю поездки, другие, которые у нас были в этом году. Я вспоминаю поездку на Гондурас. Когда мы приехали, совершенно противоположность. Там прячешься от полиции, а там наоборот. Мэр города предоставляет свои траки, составляет скеджуал работы, планы. И знаете, у нас было за 9 дней 52 служения. 52 служения. Когда ты с одного служения приезжаешь в другое, и еще ты уже приезжаешь, уже люди все ждут. И вспел твои псалмы, начинаешь служение. И знаете, в каждом служении мы видели силу Святого Бога. Знаете, многие здесь, среди нас, которые сегодня сидят, здесь собрания не были в той поездке. С разных церквей. Но знаете, что мы видели? Мы видели славу Божию. Мы видели, как Бог приходил. Как Бог просто являл свою силу. Очень часто в служении мы видели одержимые люди, которые просто падали впереди служения. Они просто начинали содрогаться, и просто Бог освобождал их на молитве. Кто это делает? Это делает Бог. Аллилуйя. Если мы ждем, когда-то это будет, оно есть сегодня. Вопрос в другом. Участвую я в этом служении или нет? Может быть, я сижу и жду, Господи, ну когда-то оно придет, оно сегодня есть. И знаете, я просто удивляюсь гондурасом, говорю, Господи, я не понимаю, что ты делаешь с этой страной. Почему ты настолько открываешь ее? У нас в этих служениях было больше 10 тысяч человек total. Когда мы могли просто возвещать Божье Слово, когда мы видели просто плач людей, которые выходили, и просто плакали перед лицом живого Бога, когда Бог освобождал и восстанавливал людей. Я вспомнил одно служение на улице, что просто жена верующая толкает меня, говорит, пригласи вон то мой муж, пригласи его сюда. Я вспомнил, одна пошла звать его, вторые, третьи, мы все зовем, он говорит, ну приди, побудь на собрании. Все-таки он зашел. И знаете, что интересно? В конце собрания, когда мы его позвали на покаяние, этот человек пошел со слезами. Он вышел вперед и просто плача, рыдая, обнимал наших братьев. И говорит, я, говорит, не знаю, что это такое. Я не знаю, что со мной произошло. Но это явно Бог, о Котором мне говорила моя жена. Слава нашему Богу. Знаете, говорит, я никогда не был в церкви. Насколько она мне говорила, я никогда там не был. Но когда я пришел сюда, я понял, что Бог реальный и всемогущий. Аллилуйя. Мы говорим о Боге, который изменяет сердца. Наша молодежь приехала с Украины. Знаете, они просто на своем ломаном русском, знаете, украинском таком. Я говорю, даже по центру Одессы, когда шел, говорю, ребята, говорите лучше по-английски, чем на вашем языке, о котором вы говорите. И знаете, вот они говорят, они приходят, говорят, просто проходит евангелизация, просто собирают людей. И кто-то люди стоят где-то там в стороне. И вот они приходят на своем языке и просто говорят, что Иисус вас любит. Иисус хочет взять ваши нужды, ваши проблемы и просто вам ответить. И говорит, а мы были в удивлении. Они говорят, люди начинали плакать. И говорит, мы стоим, понять не можем, что делать дальше. Они просто рыдают. Бог касается их. Кто это делает? Это делает Господь. Аллилуйя. Молодежь, у вас очень много преимуществ в этой стране. У вас много всего есть доброго, то, что вы имеете, вы получили с этой культурой, этой страны. Знаете, то, что делают американцы, русские никогда сделать не смогут. Просто прийти, идут и проповедуют Божье Слово. Ее матекают, знаешь, матами всякими русскими говорят. Она говорит, дедушка, вы хотите прослушать про Бога? Кто это может? И дедушка останавливается, не может понять, в чем дело. Что он только что обматерил этого девушку, она приходит, ему дальше проповедуют. Это могут делать только американцы, исполненные Святого Духа. Аллилуйя. И знаете, Бог дает вам эту возможность, молодежь. Вы нужны Богу. Вы нужны Богу для служения. Сегодня очень много разных стран, в которые мы можем ехать. В которые мы можем ехать и проповедовать Божье Слово. Я хотел бы просто в вашем сердце зажечь огонь. Господи, мы хотим это делать. Мы хотим идти возвещать. Знаете, многие сегодня говорят о Мексике. Хорошо, плохо. Но знаете, я знаю одну. Последнюю поездку я взял подростков в нашей церкви. Мы поехали с подростками. Я вспоминаю маленькое служение. Может, человек 40-50 было человек. Там пастор, у него пару человек церков. И когда собрался весь поселок, я был удивлен. Он говорит, братья, хотелось бы, чтобы Бог их коснулся. И знаете, что интересно, в середине служения, когда просто люди пошли на покаяние, этот пастор просто в слезах просто бегал, не мог остановиться. Говорит, я не знаю, что это. Но просто они все люди вышли со слезами пред Богом. Что это такое? Кто-то говорит, плюсы, минусы. Но я знаю, что касается, это делает только Бог. Аллилуйя. Бог только может изменять сердца. Только Бог может касаться. Один из пасторей к нам подошел. Это мексиканский пастор. Он говорит, Аллайс, вы нас многому научили. Вот вы славяне, американцы, не знаю, как вас называть. Вы нас многому научили. Вы приехали в нашу страну и проповедуете. И мы задались с вопросом, от чего мы не проповедуем? Вы приехали из Америки, почему мы не проповедуем? Говорит, мы ездили с вами, мы учились просто проводить евангелизацию. И знаете, сегодня я приехал к этому брату, я построил у него уже три организованных церкви, три места, поселка. Он раньше нас возил, не знал, куда возить. Сегодня он знает бедные места. Он знает, куда можно ехать проповеду. Говорит, я благодарю вас за то, что вы это делаете. Сегодня мы ездили на Украину, организовывали миссионерское служение, такую конференцию для молодежи на Украине. И знаете, что мы сделали после этого? Мы взяли эту молодежь, молодежь Украины, разбили нашу группу на пять групп, молодежи американские, их взяли с собой и поехали в поселки делать евангелизации. И что интересно, когда проходили эти евангелизации, украинцы, эти люди, начинали каяться, приходить к Богу. В воскресенье они пришли на служение. Знаете, украинская молодежь стоит, смотрит, мы понять не можем, что это такое. Мы думали, что время евангелизации прошло, а тут мы сами, никто другой, они какие-то сильные проповедники, мы сами пришли и проповедуем Божье Слово. Молодежь, вы нужны Богу. Аллилуйя! Вы нужны Богу, вы нужны Богу для служения. Я бы хотел, чтобы в вашем сердце горел огонь, чтобы вы шли и проповедовали. Я не говорю только за Африку, Индию, Мексию, Гондурас. Знаете, там очень много работы. Я говорю даже в Америке, в ваших домах, там, где вы, ваши соседи, в ваших школах, в ваших колледжах. Говорите о Боге, не забейте свою голову только учебой. Начните возвещать об Иисусе Христе. Знаете, когда вы будете говорить другим о Боге, вы будете оживать. Уже не надо будет вас вызывать вперед, чтобы молиться за обновление. Наоборот, надо будет вызывать вперед, чтобы просто Бог дал вам больше силы для свидетельства, для проповеди Евангелия. Аллилуйя! Вы нужны Богу, чтобы Бог просто помазал вас своей силой. Знаете, сегодня в наших школах сколько разведенных людей, сколько детей сегодня в депрессии приходят в школы и колледжи. Они не имеют сегодня надежды и спасения. И кто, если не мы? Кто, если не мы, как церковь? Мы не скажем, что есть живой Бог, который может помочь, который может поддержать и может благословить. Я бы хотел, чтобы каждый из вас в своем сердце мог сказать, Господи, я хочу. Господи, я хочу. Я хочу нести весь Евангелие. Вы примете силу и станете мне свидетелями. Первое, где было сказано, это в Иерусалиме. Это не где-то в Африке, в Иерусалиме, там, где ты есть. В таком кругу, где ты есть, начни возвещать о Боге, начни говорить о Боге. И Бог благословит тебя. Аминь. Аминь. Аминь.